Всем привет! Любая игра становится лучше, если пройти её можно с друзьями. Для тех, кто ищет отличную компанейскую игру, я собрал 10 самых свежих кооперативных игр. Но сперва хочу порекомендовать новую онлайн-игру с открытым миром NextRP, в которой всё как в реальной жизни. Здесь ты можешь стать обычным рыболовом или охотником, полицейским или бандитом. А можешь купить себе бизнес и стать предпринимателем. Торгуй акциями на бирже, заключай сделки, купи офис покруче и копи наличный самолёт. Всё это скучно для тебя. Тогда в последнем обновлении в игру добавили новейшие PvP-режимы и один из них — Королевская битва. Всё это с большим выбором оружия, уникальной системой прокачки и обвесами. А если ты уже играл в NextRP раньше и давно не заходил в игру, то и для тебя у меня есть тоже отличный подарок. Вводи промокод RETURN1 и получи на халяву целых три кейса. Мой промокод для новичков и реферальную ссылку ты найдёшь в описании. Скачивай прямо сейчас. Babylons Fall Кооперативный слэшер с богатой боевой системой. Здесь много оружия, и оно используется очень интересно. На каждый из четырёх видов атак можно повесить отдельный меч, молот, лук, посох или топор. Игроки здесь отправятся покорять Вавилонскую башню, захваченную монстрами. Нам предстоит зачищать её этажи, сражаясь с монстрами, а в перерывах между забегами продавать найденный лут и покупать новую экипировку. LEGO Star Wars The Skywalker Saga Пожалуй, единственный проект в апреле, который можно отнести к категории AAA игр. Она охватывает 9 фильмов киносаги, предлагая заново пережить ключевые события, которые поддаются под соусом фирменного стиля LEGO игр, эксцентричным юмором и забавными сценками. Игра содержит сотни разблокируемых персонажей, десятки локаций, множество миссий, которые можно проходить заново ради открытия новых бонусов, а также новые функции. Например, при желании в игре можно заменить озвученные диалоги на привычную по первым частям серии LEGO Тарабарщину. Conan Chop Chop — отличный рогалик с кооперативом на четырех игроков единовременно. Каждый раз в игре рандомно генерируются предметы, уровни и враги. Есть несколько персонажей со своей ультой, экипировкой и способностями, которые можно прокачивать. Есть несколько типов оружия — мечи, молоты, луки, арбалеты, брони, щиты и амулеты. Оружие отличается скоростью атаки, расстоянием, отталкиванием врагов и так далее. С щитами и броней все понятно, а вот амулет — это самая интересная штука, так как это наши пассивные бонусы. Сама игра несложная, но на каждой карте появляются улучшенные версии врагов, и если к ним быстро привыкаешь, находя слабые места, то вот боссы тут довольно сложные. У них простые тайминги, механики, но враги появляются бесконечно, а здоровья у боссов очень много, плюс у каждого босса три стадии, сбили одну треть здоровья, и он применяет новые механики. Dying Light 2 Аккуратный сиквел первой части, явно прошедший производственный ад, но при этом не утративший и даже приумноживший самое лучшее, что было в оригинале. Графика, паркур, сюжет и особенно новая механика боевки. На данный момент это самая лучшая паркур-игра в открытом мире. Но не обошлось и без минусов — это баги, их очень много даже спустя несколько месяцев после выхода игры. Elden Ring Dark Soul в открытом мире, в котором ничуть не легче. Мир этот крайне интересно исследовать, повсюду можно наткнуться на пещеры, катакомбы, шахты, всякие домики. Повсюду что-то есть, и ты бегаешь от места к месту, особенно весело бегать ночью, находишь мелких боссов, интересных врагов, хороший лут — и это не надоедает. Потом заходишь в большой замок — и начинается классический DS с многоуровневыми локациями, атаками мобов из-за угла и так далее. Правда, благодаря прыжку стало больше неочевидных путей для исследования, и это очень хорошо. Присутствуют также всем знакомые онлайн-особенности, что, несомненно, радует. Tiny Tina's Wonderlands Новинка, похожая на Borderlands 3, только с мечами и магией. Вся игра представляет собой масштабное ролевое приключение, созданное фантазией крошки Тини. Здесь правила меняются на лету — пулеметы стреляют стрелами, а врагами выступают различные гоблины, скелеты и драконы. Несмотря на смену сеттинга, геймплей остается прежним — задорным и смешным, с большим акцентом на кооперативе и постоянной гонкой за лутом. Скучно — не будет. Total War – Warhammer 3 Заключительная часть трилогии получила смешанные отзывы из-за технических проблем. Как и все части Total War, старт был не очень — проблемы с коннектом и сетевым кодом. Но во всем остальном она оправдала ожидания фанатов. Ради этой игры геймс-разработчики встряхнули пыль со своих древних манускриптов и дописали лор и сюжет, расширив вселенную. Куча новых фишек, механик, а осады вообще стали просто невероятными. The King of Fighters 15 Отличный файтинг для тех, кто не боится трудностей. Если ты не знаком серии, то это определенно лучшая точка входа. Разнообразие персонажей — это один из основных плюсов игры. В здешнем ростере трудно выбрать для себя трех основных персонажей настолько все хороши. Несмотря на то, что игра крайне непростая, она дружелюбно относится к новичкам. Новинка сделана на Unreal Engine 4. Предложат новую сюжетную кампанию с эпическими событиями, а также четыре десятка персонажей, включая ветеранов серии и новичков. Grid Legends Продолжение линейки гоночных симуляторов, охватывающих огромный спектр категории авто, трасс и локаций. Эта игра одушена для тех, кому надоели аркады, но и не нравятся полноценные симуляторы, где основной геймплей заключается в том, что ты по пять часов сидишь и крутишь настройки машины, дабы выиграть одну тысячную секунды времени круга. Игра предоставит разные классы машин, между которыми действительно ощущается разница в управлении. Графика приятная, модели машин смотрятся хорошо, а трассы разнообразные и не дают заскучать. Hidden Deep Это далеко не трипл и игра, и красивой картинкой она не привлечет. Берет она другим, своим сеттингом, в котором смешались чужие и нечто, а также геймплеем, что требует максимальной внимательности и вовлеченности. Мрачные коридоры, отдаленный шум работы огромных механизмов и раскатистые рыки невидимых монстров с первых минут превосходно задают тон повествования. Авторы отлично передали атмосферу первых научно-фантастических хорроров, где иноземные чудовища и агрессивная окружающая среда поджидают беззащитного человека, дабы наброситься и растерзать его при удобном случае. А на этом у меня все, для вас вещал канал Image Game, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok